В этом видео я расскажу, как пополнить счет на Binance с помощью банковской карты, после чего вы сможете приобрести любую криптовалюту, начиная от биткоина и заканчивая любимой монетой Илона Маска – DogiCoin. Лучший на сегодняшний день способ пополнения счета на Binance – это использование P2P-платформы, которая представляет из себя некую доску объявлений, где трейдеры выставляют свои заявки о продаже криптовалюты. Главным условием использования P2P является верификация вашего аккаунта. Как ее пройти я рассказывал в предыдущем видео, ссылка будет в описании. Итак, для начала переходим во вкладку «Купить криптовалюту» и выбираем P2P. Здесь мы выбираем продавца с наилучшим курсом обмена и хорошим рейтингом, который измеряется в проценте выполненных сделок и их количестве. В основном сделки происходят за считанные минуты, а безопасность гарантирует сама биржа, поскольку она выступает посредником между вами и продавцом, следя, чтобы обе стороны выполнили свои обязательства. Теперь указываем, какую криптовалюту мы хотим приобрести, удобный для нас способ оплаты, фиатную валюту, которой мы будем расплачиваться, и минимальную сумму сделки. Жмем «Поиск». Перед нами появляется отфильтрованный список объявлений, которые удовлетворяют все наши требования. Я рекомендую сотрудничать с продавцами, у которых не менее 100 ордеров и более 90% выполненных сделок. Итак, мы выбрали продавца и нажимаем «Купить USDT». Внимательно читаем условия сделки, указываем сумму, на которую хотим совершить покупку. Например, я буду оплачивать 600 гривен. Значит, на свой счет я получу 21.64 USDT. Нажимаем «Купить» и попадаем на страницу оплаты нашего заказа. Если в течение 15 минут мы не успеем завершить сделку, она автоматически отменится. Теперь мы должны оплатить заказ. Для этого выбираем подходящий вариант из предложенных и видим реквизиты, по которым нужно перечислить необходимую сумму. Для этого очень удобно воспользоваться мобильным приложением вашего банка. В моем случае это Priva24. После того, как мы совершили перевод, нажимаем «Оплатить ордер». Всплывает предупреждение от Binance, в котором сказано, что перед подтверждением оплаты мы обязательно должны перевести деньги продавцу. Если этого не сделать, нас могут принять за мошенников и заблокировать аккаунт. Нажимаем на кнопку «Подтвердить» и ждем, пока продавец проверит перевод. После чего мы получим наши USDT. Если у вас возникнут трудности или вопросы, справа находится чат, в котором можно обсудить их с продавцом. Итак, заказ выполнен. Чтобы найти наш USDT, нажимаем «Проверить мой аккаунт» и попадаем в P2P кошелек, где и лежат купленные USDT. Для того, чтобы начать торговать другими криптовалютами, нужно перевести их на спотовый, то есть основной счет. Жмем кнопку перевода, из P2P кошелька в спотовый, указываем сумму, которую хотим перевести и подтверждаем. Теперь на основном счету, помимо моих старых монеток, отображаются наши USDT, с помощью которых мы можем приобрести любую другую криптовалюту. На этом все. Если этот ролик вам помог, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить другие полезные видео по бирже Binance и не только. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok